Немцы сами говорят, что это профессия вымирающая. Инженерами могут быть только немецкие мужчины, которые были рождены до 1975 года. Я занимался борьбой с 5 лет с наркотрафиком в особо крупных размерах. Это не забор, на котором надо писать. Вот сегодня я посмотрел спанчбобу, да, захотел себе спанчбобу на левой руке. Раньше было очень плохое, потому что считалось, что это постфуд, это работа для только приезжих. Здравствуйте! На ваших экранах телеканал «Ствест», программа «Страна и люди» и я, ее ведущая Мария Волкова. Сегодня мы начинаем небольшую серию программ о том, как живут, с какими сложностями сталкиваются и сколько зарабатывают люди разных профессий в Германии. Сегодня в нашей программе вы узнаете о том, как работают на немецкой таможне, сложно ли стать инженером и так ли много они зарабатывают, как проходит рабочий день, директор одной очень известной сети ресторанов быстрого питания, в чем особенности работы в фастфуде, сколько зарабатывает татуировщик, любую ли татуировку готов сделать мастер, и почему швея – это вымирающая профессия. Подпишитесь на телеканал «Ствест» в Ютьюбе, и мы будем с вами чаще встречаться. У нас сегодня удивительные герои. К своим профессиям и карьерным высотам они шли непростым путем. Так, например, инженер когда-то занималась тем, что убирала могилы на кладбище. Кстати, сегодня вы знаете, сколько платит и за эту работу. А директор ресторана быстрого питания когда-то работала на ферме, где занималась отловом кур. Да, сегодня вас ждут очень интересные истории. А начать я хочу с нашего первого героя – Алекса. Сейчас он работает на немецкой таможне и даже занимался борьбой с наркотрафиком. До того, как поступить на таможню, я учился на переводчика. Это высшее образование. И я закончил примерно половину, то есть сделал бакалавра, и перед мной стал вопрос, что делать. Учиться дальше или заниматься чем-то другим. В то же время я понял, что переводчикам в Германии, к сожалению, каких-то хороших денег, скажем так, не заработать. Это очень сложно. И поэтому я решил перепрофилироваться. И в тот же момент мне как раз позвонила моя мама и сказала, «Я видела интервью с человеком, который занят на таможенной службе. Очень интересно, не хочешь ли поближе с ними познакомиться?» Одним из немаловажных пунктов было то, что в Германии существует так называемый статус пожизненного чиновника. То есть если ты закончил обучение, отработал определенный срок, то тебя уже практически никогда не могут уволить. То есть твоя зарплата, твоя должность уже будет до самой пенсии. То есть это, конечно, очень привлекательно, скажем так. Потом, конечно, таможенная служба очень интересна тем, что она очень в Германии разнообразная. Мне это тоже очень понравилось. То есть, в принципе, есть возможность работать от, скажем так, просто перекладывать бумажки, грубо говоря, за каким-то там рабочим столом, до определенного таможенного спецназа, который занимается действительно серьезными, так сказать, случаями. Вот мне это тоже очень понравилось. После того, как я проработал в таможенном, внутреннем таможенном посту 5 лет, я занимался борьбой с 5 лет с наркотрафиком в особо крупных размерах. Это здесь есть специальная группа, которая работает совместно с полицией. Там я прослужил 5 лет. Два года я провел за границей, вот на границе между Украиной и Молдавией. Это так называемая, вот то, что футболка. ЕУБАМ – это European Border Assistance to Moldova and Ukraine. Это миссия помощи пограничникам и таможенникам Молдавии и Украины от Европейского Союза. Вот там я был один год в Молдавии, один год в Украине. И после этого вернулся, еще какое-то время отработал по борьбе с наркотиками. И теперь вернулся опять в таможенное управление во внутреннее. Там я сейчас замначальника управления и начальник отдела экспорта. Тебя не могут уволить. Потом очень хорошие, так сказать, плюшки – это то, что очень хорошая пенсия. То есть по сравнению с обыкновенной пенсией, пенсия чиновника в Германии очень высокая. 2,5-3 тысячи евро пенсия – это вполне себе, я думаю, возможно. Если человеку, например, надоест просто сидеть где-то за компьютерным столом и, скажем так, оформлять декларации, он в любой момент может перейти на какую-то другую должность. Вот, например, как я в борьбе с наркотиками, с полицией вместе, то есть со всем тем, что то, что в кино, можно сказать, показывают, практически то и было. То есть обыски, квартиры, погони на машинах и так далее. Естественно, является минусом то, что я федеральный чиновник. То есть меня теоретически в любой момент могут, скажем так, переслать в другой конец Германии. Если будет такая необходимость, я подписывал, когда я поступал на эту работу, я подписывал даже специальный документ, где я соглашался с тем, что меня могут, так сказать, задействовать в любой точке Германии. Потом минус все-таки работа, скажем так, чиновника не дает тебе возможности креативно развернуться. То есть, естественно, у тебя есть свои рамки, которые тебе определяют закон, положение и так далее. Из этих рамок довольно сложно выходить. То есть если человек, скажем, любит более какую-то креативную должность и любит что-то там сам делать, то это для него будет довольно сложно. То есть там надо думать именно вот все то, что тебе, как зашоренная, как говорится, лошадь, все то, что тебе определяет закон, положение и так далее, в этих рамках и надо двигаться. Тур Медсервис уже более 19 лет осуществляет комплексное лечение всех видов наркомании, различных степеней тяжести, а также алкоголизма. Большинство пациентов, которые пришли лечение в нашей клинике, больше никогда не возвращаются к наркотикам и алкоголю. В работе нашей следующей героини Елены экшена чуть меньше. Она инженер, работа интересная, а отрасль, где она работает, входит в пятерку, где платят самые высокие зарплаты в Германии. В топ-5 входят фармацевтика, банки, страховые компании, автомобильная промышленность и консалтинг. Там люди уже с первого года работы получают в среднем от 50 тысяч евро в год. А если говорить о компаниях, чьи сотрудники имеют самый высокий средний годовой доход, то это консалтинговая компания Roland Berger и Siemens. Там сотрудники получают в среднем от 80 тысяч евро в год. На третьем месте химический концерн BASF 76 тысяч, на четвертом промышленный гигант Robert Walsh 75 тысяч, и на пятом фармконцерн Bayern 70 тысяч. Я уехала вообще без немецкого. Я могла сказать «Hende hoch guten Morgen». Все, на этом заканчивались мои познания немецкого. И я года, наверное, через три, я поняла, что как-то надо начать работать. И какое-то время я себя пробовала в разных специальностях. Я ухаживала за могилами на кладбище. Поскольку у меня нет образования флориста или садовника, то я получала около тысячи евро, наверное, как-то тысячу триста, может быть. И в Германии можно заказать уход за могилой. То есть поскольку люди очень много переезжают, и в основном, ну, очень редко, когда вот старшее поколение живет недалеко от младшего поколения, то это очень распространено, заказывать уход за могилами. Вот у какой-то там, ну, вот у нас был, например, магазин цветов, и вот у нас был там свой контингент могил, и мы за ними ухаживали. То есть мы там на какие-то религиозные праздники или просто там раз в месяц, смотря у кого был какой заказ. Мы ездили там ее, подметали, поливали цветы, пересаживали, меняли цветы, как-то мыли эти памятники. То есть я вам хочу сказать, если бы за эту работу платили бы больше, я бы, может, так бы и работала, потому что работа, на самом деле, прекрасная. То есть ты как-то в своем темпе тихо, прекрасные виды. То есть я помню, это такое было прекрасное, конечно, кладбище на горе. Погода в основном хорошая. То есть это такая очень непыльная, но она, конечно, там бывает тяжелая физически, но такая очень хорошая, прекрасная работа, мне очень нравилась. У меня там были любимые могилы. Но у меня уже был ребенок. Я уже понимала, что, наверное, мой брак, к сожалению, распадется. Ну, так получилось. И я поняла, что вот этот машинбау, это, наверное, в России называется как инженер машиностроения, что он такой вот самый то, что ищут, и где предлагают хорошие зарплаты. И я поступила. Я поступила в Руссельсхайм, это хохшули, это институт, как бы на наши деньги. И я там отучилась четыре года и получила специальность. У меня бакалавр, инженер машинстейн. У меня нет горизонта. Я понимаю, что вот мне сейчас 37 лет, и у меня хорошая карьера. И я достигла уже каких-то высот. Но я понимаю, что у меня еще просто бескрайнее, бескрайнее есть поле развиваться. Что когда мне наскучит эта отрасль, я могу пойти в другую отрасль. Что я могу сменить компанию, я могу переехать и работать вообще на другом краю мира. И вот это понимание, что мне не будет скучно никогда до пенсии. Вот от этого я кашляю каждый день. Становиться инженером в Германии, вот мне, я говорю за себя, мне прям было страшно. Это прям вот инженер в Германии. То есть для меня это было вот, это какие-то невожители, которые что-то знают. Знаю я и никогда не узнаю. Они как-то это все могут. Ну вот ездит в Мерседес. Ну это ж вот люди сделали. Это ж вот как-то они додумались вот это вот сделать. И я очень боялась. То есть вот первые работы я прям такая была там, ничего не скажу и вообще не знаю как. Ну на самом деле, если, я обращаюсь сейчас, возможно, к будущим коллегам. Если у вас есть желание, если у вас есть способности, если вы понимаете, что такое математика и можете примерно объяснить с точки зрения физики, почему стул стоит, а не падает, то дерзайте, это все можно сделать. Это даже можно сделать на базе российского образования. Жить и работать в другой стране – это всегда вызов. Не забывайте оставаться на связи со своими родными и близкими. С любовью и заботой – сервис денежных переводов «Трансфер Гоу». Денежные онлайн-переводы «Трансфер Гоу» – это всегда безопасно, выгодно и быстро. Наша следующая героиня Яна из Прибалтики. Она директор одной очень известной сети быстрого питания. В чем особенности работы в фастфуде? Что остается скрытым от глаз посетителей? И в чем сложности работы сейчас из-за пандемии? Ну, я директор «Бургер Кинги», организовываю полностью всю работу ресторана. Это начиная с заказов, от работы, как, кто, где будет работать. Сама всех рабочих обучаю, все товары, все, как по-русски это сказать, гереты. Это устройство, все устройства, чтобы было исправно. Все проверки прохожу. Пришла я очень случайно к такой профессии. Я приехала в Германию вообще на пару месяцев. Это был 2013 год или 2012, ну что-то плюс-минус там. Я сама из Латвии, я заболела. Мне дали очень долгий больничный, два месяца. У меня было воспаление легких. Я решила, что я два месяца дома не усижу, я не могу. И приехала на месяц сюда на заработки. Приехала сюда, там, куда я приехала, меня как бы обманули. У меня гордость не позволила приехать за границей без денег, вернуться домой. И я устроилась на работу вообще на фирму. Курила ведь. Вот, это была моя первая физическая работа. Я была в полнейшем шоке, но я очень ответственный человек. И я свои договоры решила отработать. За год, пока я работала там, я поняла, что мне хочется остаться тут жить именно не из-за денег, не из-за заработка. А мне политика, порядок весь, вот менталитет понравился. И я попробовала себя в Бургер Кинге на кухне. Пошла я на кухню без языка немецкого. Я абсолютно не знала немецкого языка. Ну, как-то и как-то вработалась. Поработала на кухне, решила идти еще куда-то. Мне уговорили стать менеджером. Поработала менеджером. Потом пошла в другой Бургер Кинг этим же менеджером работать. И решила все-таки, что нет, гастрономия это не мое. Ну, это тяжелая работа на самом деле. Я решила уходить. И тогда уже меня начальство держало до такой... Они меня не отпускали ни за что. Ну, и дали попробовать как бы директора. Ну, вот так я там оказалась и до сих пор я там. Я могу себе взять выходной, когда хочу. Ну, я как бы... Мне больше всего нравится, наверное, то, что у меня нет начальства. У меня есть начальник, но он настолько мне доверяет. Он меня вообще не трогает. Я его полгода не вижу. Я ему отсылала отчеты. У него нет никаких вопросов. Больше, наверное, вопросов у меня к нему. И мне нравится то, что я сама организовываю свою работу. Что я не должна слушать, как, допустим, когда я была рабочим. Мне надо было подчиняться кому-то. И если я даже понимала, что это делается неправильно, я ничего с этим сделать не могла. У нас, если один не выйдет на работу, второй сразу же прилетит. У нас действительно, действительно очень дружный коллектив. Мы даже в Рождество и Новый год все отмечали у нас коллективом. За чистотой, за порядком. За рабочими. Именно чистота и порядок. Я скажу так, что это очень большая сеть и очень много Бургер Кингов. И если зайдешь в любой другой, хотя, кажется, это один и тот же ресторан, но это совсем не так. Это кажется именно человеку, который с этим не связан. Кажется, ну там вот, допустим, Бургер Кинг и Бургер Кинг. Каждый ресторан отличается именно из-за директора. Потому что как он ведет вот этот весь порядок в ресторане, так рабочие будут работать. И я ставлю самый акцент на чистоту, на квалитет, на то, чтобы продукты были свежие, чтобы было чисто и аккуратно. Во-первых, на ногах весь день. Во-вторых, клиенты разные. Один тебе замуж за, другой тебе грозится, что ты вообще на свете последний день. И это все надо выносить морально. Плюс это все надо готовить. Это продукция, это везде сроки. За всем следить, чтобы ничего старого. Нигде ни один волос, не дай бог, чтобы не попался. Вот как-то так. Нигде ни чихнуть, ни кашлянуть, ни ухо почесать. Очень морально тяжело в этих моментах, когда вот ты что-нибудь дезинфицируешь, ты должен это делать. Хочешь, не хочешь, это надо. Потому что обязаны сейчас за этим всем следить. И есть клиент, который начинает на тебя орать, почему ты ко мне лезешь, мне тут ничего не надо, я корону не боюсь. А есть другой клиент, которому ты не успеваешь вот там минуту вовремя подойти, и он начинает орать, если я заболею, ты будешь виноват. Знаете, на данный момент в Германии вообще очень большая проблема с рабочей силой. И не хватает людей. Люди почему-то не заинтересованы работать. Плюс у нас с Бургер Кингом такое дело, что людям со стороны кажется, ну что там, испечь эти булочки, пожарить там эти бургеры, это же все легко и просто. И когда они приходят, они в полном шоке, что это вообще значит, и насколько всяких мелочей, и что такое значит, вообще гастрономишь. Это не так, что просто, как кажется. Поэтому у меня постоянная нехватка людей. И я, получается, если я вижу, что где-то в какой-то смене не хватает людей, я могу идти на кассу работать, я могу идти так же убирать все же туалеты. И я делаю абсолютно всю работу так же сама. Если я вижу, что мне не хватает людей, я пытаюсь не тех, которые есть, загрузить, а пытаюсь им помочь. Поэтому работаю я все время. Я беру себе выходные, когда я вижу, что ресторан функционирует без меня отлично, и что они без меня, ребята, обходятся. Внимание, внимание, говорит Германия. Важная информация для подписчиков сетей Vodafone Unity Media. Сенсационное новогоднее предложение. Теперь 15 лучших и популярных каналов в новом пакете от DigiCabel Rus за 12,99 евро в месяц. DigiCabel Rus – это высокое качество и удобный сервис. Пропустили ваши любимые передачи? Не проблема, теперь есть возможность посмотреть их в записи. Все, что вам нужно сделать, это позвонить прямо сейчас в наш русскоязычный колл-центр и обновить ваш договор. Звоните 030-308-319-34 или пишите на электронную почту подписка at ostvest.tv DigiCabel Rus. Смотрим больше, платим меньше. А как живут ремесленники в Германии? Наша следующая героиня Ольга – Швея. Вот уже 20 лет она владеет собственным ателье в Германии, но он называет свою профессию «вымирающей». Почему? Все эти знания, которые я приобрела в обыкновенном швейном ПТУ, так пригодились мне в Германии, ну, что я даже не знаю, с чем еще сравнить. Потому что мы прошли все от кухни, от самых низов до построения и заканчивания, значит, изделия. И это было очень интересно. У меня были такие случаи, раз о случаях, что ко мне приходили практикантки, девочки в ателье потом. И вы знаете, они вообще первый раз иголку в руках держали, а уж пуговицу, чтобы пришить, обыкновенную пуговицу. Ну, это минимум было, наверное, около часа. И это было настолько для них сложно, что просто, ну, пот вот так струился. Это для них был какой-то напряг неимоверный. А вы знали, что у телеканала Ост-Вест есть свое собственное приложение для удобного просмотра ваших любимых передач с любого устройства? Заходим в Play Store на Android или App Store на Apple и вводим в поиски Ост-Вест. Если у вас еще нет аккаунта, то кликаем на кнопку регистрации и создаем аккаунт. Для оформления подписки прямо из приложения достаточно нажать на кнопку «Профиль» в правом нижнем углу нашего приложения и затем нажать на «Подписки». Далее выбираем тариф и оплачиваем при помощи PayPal. Если у вас нет PayPal, то попросить родных у них наверняка найдется. Готово! Теперь вы можете начать смотреть Ост-Вест одним нажатием. Ост-Вест с вами, где бы вы ни находились. А какие профессии вообще предпочитают получать в Германии? Согласно данным статистов, в 2020 году было подано 465 тысяч заявок на Ausbildung. Это получение профессии, когда люди могут обучаться специальности непосредственно на рабочем месте, потому что для многих профессий в Германии не требуется высшего образования. И самой популярной профессией, на которую было подано больше всего заявок, стал менеджер по продажам в розничной торговле. На втором месте офис-менеджер, а на третьем – автомеханик. А вот на этом сайте Ausbildung.de вы можете видеть, сколько предложений о работе есть на каждую профессию, какая самая популярная, и сколько вы будете зарабатывать в первый, второй и третий год обучения. И сколько свободных мест сейчас на рынке. Например, если взять того же менеджера по продажам, то можно увидеть, что в Германии 95 544 предложения о работе на эту позицию, почти 100 тысяч свободных мест. А столяров требуется в 10 раз меньше – всего 7 тысяч. Профессия нашего следующего героя довольно редкая. Он татуировщик, причем работал им в Узбекистане, России, теперь вот уже в Германии. Как отличается работа в разных странах? Мастер должен с человеком работать, должен ему объяснять, должен… Ну, это, я даже не знаю, это как психолог, татуировщик, он наполовину психолог. Когда ты уже открываешь свою студию, естественно, ты официально, ты же регистрируешься в КВБ Анти. Естественно, они тоже потом приходят, проверяют, все ли у тебя соответствует. Есть какие-то гигиенические правила. Они в интернете вполне доступны, что у тебя, допустим, должны быть обязательно моющиеся полы, не какой-то ковер там, ничто, что… Либо моющиеся стены, либо чтобы клиент вот сидел у меня, допустим, не моющиеся стены, но клиент должен минимум полтора-два метра от стены сидеть. Хотя вроде есть разговоры, что сделать его на уровне как врача. То есть санитарная обстановка в салоне должна быть практически как в операционной. Но это сейчас еще не сделано, официального такого нету. Германия – это такая страна, где, если, не дай бог, у кого-то что-то начнется, какое-то воспаление, то это выльется в очень большие проблемы. Поэтому, я думаю, не стоит копеечничать и мелочиться на каких-то иголочках или на материале по обработке. Когда я работал в Узбекистане, это была вообще спонтанная идея открыть там тату-салон. На тот момент, в 2001 году, по крайней мере, в Узбекистане, я не мог себе вообще позволить какую-то настоящую тату-машинку, потому что ее просто негде было заказать. Тогда не было никаких Амазонов или Авид и всего прочего. Тем более Узбекистан – это мусульманская страна, и как бы там отношение к татуировкам такое. По крайней мере, среди местных жителей там не так уж много клиентов было. В основном приходили женщины сделать татуаж на бровях. В России, честно говоря, вот как по запросам клиентов, мне там больше нравится. Там как бы больше фантазии, что ли, у людей. Здесь среди русских язычных тоже, я скажу. Как бы европейцы, они немножко какие-то консервированные. Они в основном идут по одной линии. Каждая вторая хочет набить имя ребенка или звездочку, или что-то еще. Если начинаешь им что-то предлагать такое, потому что я стараюсь больше как-то больше в реализме работать, или что-то в художественном стиле. Так сколько же зарабатывают наши герои и люди их профессии? Самый главный и интересный вопрос. Грубо говоря, человек начинает, у него нет семьи, нет детей, то, ну, примерно, я бы сказал бы, где-то 2500-600 евро чистыми после вычета налогов ему должны оставаться. Плюс из этого человек еще должен платить. Это, в принципе, для меня это преимущество, но это можно рассматривать так и так. У чиновников здесь частная медицинская страховка. Половину этой страховки, то есть не страховки, а половину вообще всех своих расходов медицинских оплачивает государство 50%. 50% тебе нужно страховаться самому. Это примерно еще 200 евро в месяц, который уходит на эту страховку. Но если человек, как я, любит бегать по врачам, например, то это, конечно, я считаю, большое преимущество. Я могу дослужиться до пяти звездочек, грубо говоря. Это, ну, сравнимо, наверное, с полковничьей должностью. Вот. И, ну, это где-то порядка, ну, до пяти тысяч евро чистыми в месяц. То есть уже после вычета налогов, скажем так. Ну, я в свое время начинала с семи евро. Сейчас минимальный заработок. Но тоже тут я должна сказать так, что Burger King – это франчиз. Но есть несколько людей, которые этот франчиз взявши себе, да, и держат рестораны. И можно попасть к очень жадному начальнику, хозяину. А можно попасть, который больше не экономит деньги, а именно за сервис свой заботится. Есть люди, у которых там какие-то семейные проблемы, у кого-то со здоровьем, и он может работать только три дня в неделю. Тогда я ему даю эти три дня в неделю, и он там согласен получать 900 евро в месяц, да. Потом у меня есть другой парень, он тоже латыш, приехал на заработки сюда. Он у нас уже пару лет работает. Он очень хороший, он такой деревенский парень, работящий, вообще такой, ну, работяга. Он меня просит, если я ему двое даю когда-нибудь, два выходных в неделю, он приходит ко мне, и она, зачем мне два дня, что я делать буду? И он работает, соответственно, очень много. Он работает шесть дней в неделю, там по двенадцать часов бывает. Он зарабатывает почти как я. То бишь у него меньше двух тысяч, у него это минимально, что он зарабатывает, это на руки, я говорю, две тысячи стабильно. В пределах такие же, как практически и рабочие. Около двух с половиной, трех. Опять же, это тоже зависит, какие цены. Тут же нету конкретных цен, что татуировка стоит там 200 евро, да, или 300, как килограмм яблок. Кто-то делает по часам, то есть работа идет, сколько работа займет, сколько она занимает. То есть может быть маленькая татуировка, но такая деталированная, что ты с ней проводишься четыре-пять часов, а может быть вот такая, но там просто два кружочка, и ты это за 15 минут сделаешь. Поэтому оптимальнее всего, я считаю, делать по часам. То есть вот как я работаю, я работаю чисто вот беру рабочие часы, не считая то, что мы подготавливаемся или идем покурить, там, кофе попить или еще что-то. Чисто вот машинка завелась, таймер пошел, и чисто рабочее время считается. Кто-то делает как бы так из зитцов. Вот один зитцов считается, ну, примерно, я скажу, там, 500-600 евро. В среднем, я скажу так, где-то в среднем где-то около 100 евро в час стоит, то где-то в городе поменьше, это будет 80 евро в час стоит. Где-то в большом городе, как Мюнхен, допустим, там, я не думаю, что там меньше 120-150 стоит. У больших профессионалов там может быть и по 250 и по 500 евро в час. Ну, я делаю 100 евро в час. Я 8 лет назад начинала, моя там первая зарплата была там типа 45 тысяч евро в год. То есть мы думаем годовыми зарплатами, потому что там она тоже, то есть, грубо говоря, мои годовые зарплаты, это не моя зарплата за месяц, умноженная на 12, а это там какой-то бонус, потом там какой-нибудь этот фолькспитадик, ну, там типа фирмы, фирмы себя хорошо чувствуют, поэтому там больше получила, фирма плохо чувствует, я меньше получила, но это было 8 лет назад. Если ты как бы совершенствуешься в своей технической, вот чисто в технической отрасли, то это одна стезя, то есть это одна дорога, ты когда-то упираешься в потолок. Если же ты идешь по пути менеджмента, то ты, то там open-end, то есть ты там не ограничен, то есть там можно выйти на 200-250 тысяч в каких-то больших концернах, 80 тысяч, так получает хороший инженер, то он домой уносит не 80 тысяч, то есть он домой уносит, дай бог, тысяч 50. Ну, если раньше я зарабатывала, не знаю, может быть что-то около, совсем в начале, что-то там может быть, тысячу, ой, для меня это были деньги, ну тогда это и были деньги, собственно, марки, вот, и если там ко мне придет, я не знаю, там в неделю пять человек, я была счастлива, а вот, а сейчас, конечно, есть такие дни, когда двери просто не закрываются, ну и хорошо для швеи, для этого, ну, да, начиная от двух с половиной, трех тысяч, это очень хорошо, это очень хорошо, но еще раз говорю, тут надо смотреть, сколько ты тратишь времени, на какую работу и вкладываться в оборудование. Внимание, внимание, говорит Германия. Важная информация для подписчиков сетей Vodafone Unity Media. Сенсационное новогоднее предложение. Теперь 15 лучших и популярных каналов в новом пакете от DIGI кабель РУС за 12,99 евро в месяц. DIGI кабель РУС это высокое качество и удобный сервис. Пропустили ваши любимые передачи? Не проблема, теперь есть возможность посмотреть их в записи. Все, что вам нужно сделать, это позвонить прямо сейчас в наш русскоязычный колл-центр и обновить ваш договор. Звоните 030-308-319-34 или пишите на электронную почту подписка at ostvestvest.tv DIGI кабель РУС смотрим больше, платим меньше. По сравнению с моей предыдущей должностью, где я занимался борьбой с наркотиками, мой рабочий день сейчас устроен очень комфортно. У меня стандартный нормированный рабочий день с понедельника по пятницу. Я начинаю в 7.30 утра и заканчиваю примерно в 16-16.30. Наш таможенный пост открыт с 7.30 до 15.30 с понедельника по пятницу. То есть выходные у меня всегда свободные. И время, скажем так, в 16 часов у меня тоже свободное. Где-то 70-80 процентов я сижу за столом, потому что сейчас все декларации таможенной, практически все, осуществляются через компьютер. Делала себе очень комфортный график работы. И я теперь работаю всего три дня в неделю. И работаю с 10 до 4. Правда, без обеда. И это меня очень устраивает. Три дня работаю, четыре отдыхаю. Это же не просто так берется. Не из потолка. Ах, я сделаю вот так. Это, во-первых, стаж работы. Не будем об этом забывать. Это наработанная клиентура. Я работаю 40 часов в неделю. Пять дней в неделю. Иногда мне приходится работать на выходных, если я знаю, что... Потому что, если честно, работы прям много. И не всегда успеваешь все делать за пять дней. И иногда приходится и на... В отпуске я стараюсь работать, но вот на выходных иногда приходится подготовиться, подготовиться, поскольку мы находимся очень близко по вот... Как сказать? По вот этой вот карьерной лестнице, по иерархии. Мы очень близко находимся к как бы вот совету директоров или вот как бы к руководству концерна. Очень много вот этой вот коммуникации мы и руководство концерна. И там постоянно требуются какие-то презентации, какие-то отчеты, какие-то там калькуляции и так далее. И это все приходится готовить. Это должно все соответствовать, естественно, корпоративного дизайна. Это должно быть все красивенько. Говорить надо ровненько, складненько и быстренько. И поэтому иногда приходится на выходных работать. Но в основном это пять дней в неделю. Первая половина дня у меня в основном совещание с моими китайскими коллегами, потому что у нас разница в семь часов. И как раз вот мое утро, это их вечер. Потом обед. А уже после обеда это либо мои венгерские коллеги, либо это подготовка презентации, это какая-то там обработка информации, которую я получила в начале дня. Бывают у нас какие-то экстренные ситуации, когда мы понимаем, что это не то. И тогда нас тоже включают как бы в этот процесс решения этих проблем. В воскресенье там это немножко все более. То есть час там считается за полтора, или за два, в субботу это там час за час двадцать пять. В зависимости от коллег. То есть я... Когда как? Если я понимаю, что я сама накосячила и ничего не успела, потому что я там что-то носу ковыряла полнедели и не очень продуктивно работала, то естественно я там это все доделаю на выходных за свой счет, грубо говоря. А если я понимаю, что просто у меня такая нагрузка, что я за сорок часов это ничего не успеваю, то естественно я это все записываю. Ресторан открывается с десяти, но мы приезжаем, конечно, раньше, потому что надо приготовиться, надо все это сделать. Если это рабочий день, часов пять в среднем я уже дома. Какое образование нужно получить, чтобы работать на таможне, инженером или директором ресторанов быстрого питания? И сложно ли учиться? Чтобы получить такую должность, нужно закончить три года. Это получается высшее специальное образование. Это специальная школа для таможенников, то есть там учатся только таможенники. И после того, как ты закончишь, неважно, причем как, хорошо ли закончишь или не очень, всех, все те, кто сдадут экзамены, всех перенимают на работу. И через три года так называемого пробного времени они становятся чиновниками на всю жизнь, то есть пожизненными чиновниками. Нужно, как это сказать, абитур. Для того, чтобы поступить на возвышенное звено, нужно, значит, иметь абитур. А чтобы на среднее звено, достаточно и просто средней школы, то есть десяти классов. Обучение абсолютно бесплатное. Мало того, еще за время обучения ты уже становишься госслужащим. Вот просто со статусом, скажем, более легким статусом. То есть тебя в любой момент могут, если ты не сдашь экзамены, например, то этот статус у тебя сразу заканчивается. Но ты уже становишься госслужащим, и тебе даже платят уже определенную зарплату во время обучения. То есть в настоящий момент это составляет, по-моему, примерно полторы тысячи евро в месяц. Я, получается, на кухне работала. Чтобы стать менеджером, мне надо было сдавать тест-сертификат. Я в онлайне училась и как бы практиковалась на работе. Это у меня как практика шла. Потом я удачно сдала вот этот экзамен. И потом на директора пришлось еще два сертификата делать. Тоже сдавала экзамен. Также сама как бы работа пошла как практика оформили. И училась онлайн тоже. Есть люди, которые я видела, которые по четыре года, и они прямо вот езжут не в онлайне, как я это взяла, а прямо едут в школу. Два-три дня в неделю езжут в школу и там учатся. И плюс у нас практикуются. И у них все равно это занимает по четыре года. А как в Германии относятся к профессиям наших героев? Есть ли осуждения? Что говорят сами немцы? И соблюдается ли на их работе гендерный баланс? Раньше было очень плохое, потому что считалось, что это востфуд, это работа для только приезжих. И есть маленькие городки. Вот именно в этих маленьких городках, наверное, тяжелее. Все друг друга знают. И тебя уже куда бы ты ни пошел, тебя знают. Есть, да, есть группа людей, которые к тебе очень хорошо относятся и такое очень большое уважение чувствуется. Немцы очень поражены тем, как вот ты приехал и ничего не имел, и ты в таком месте сидишь, да, и все. Есть опять другая часть людей, которые, ай, ну ты там директор Бургер Кинги, но опять же эта часть, которая так думает, в 99% это сами работяги на фабриках и так далее. Ну сейчас, сейчас довольно-таки очень, я бы сказал, более, так скажем, уважительны. Раньше относились к этому как, ну не знаю, с каким-то пренебрежением, как вот какой-то там, ну я имею в виду старшее поколение, что типа какие-то там кучка наркоманов что-то там делают под бастом, понимаешь? Нафиг тебе это надо, вот вырастешь старая, будешь, у тебя там все отвиснет, и все это татуировка будет где-то на колени валяться. Нет, сейчас будет, потому что сейчас данный момент уже, ну не данный момент, уже несколько лет идет такое, что татуировка очень сильно поднялась в плане стиля, в плане художественной обработки. Это уже не просто линии какой-то там шатиром. Там уже такие картины делают, что иногда смотришь, ну это нереально, это просто какие-то фотографии там прилепили и все, ну не может быть такая татуировка. Это, безусловно, очень престижная профессия. То есть инженер в Германии, это действительно очень престижно, это очень такая профессия с большой степенью безопасности, то есть ты всегда найдешь работу. Ты там или там, возможно, тебе придется приехать, но работу ты найдешь. И, конечно, это престижно быть инженером в Германии, но стереотипов просто куча. Самый главный стереотип, что инженерами могут быть только немецкие мужчины, которые были рождены до 1975 года. Вот это самый первый стереотип, и он ужасен. И я с этим борюсь всю мою карьеру, потому что это ужасно. Потому что для женщины, особенно, ну я себя причисляю еще к молодым женщинам, иметь вот это, получить вот этот стейтмент в фирме, это очень-очень сложно. Плюс, когда ты начинаешь выходить на какие-то руководящие должности, даже если ты руководишь четырьмя человеками, то от тебя ждут, что ты будешь руководить как мужчина. И вот это вот дать понять, что нет, ребят, я не мужчина, я не буду руководить как мужчина. И я не собираюсь завтра беременеть. Я не собираюсь сейчас три года сидеть на больнице со своим ребенком. Это очень сложно. Немцы сами говорят, что это профессия вымирающая. Умирающая, отмирающая, как ее сказать? Она исчезающая. О, правильное слово, она исчезающая. Курсы здесь швейные, которые здесь учат, учиться пошить, никуда не годятся. Они не дают того, чтобы человек мог действительно обучиться этому и открыть свое дело, если он захочет. Очень с уважением. Очень. И вы знаете, вот я вам говорила о том, что входит ко мне поколение. Ведь это же просто не просто так. Конечно, ценят качество. У нас, наверное, шесть женщин, а 120 мужчин. То есть, действительно, очень все плохо. Причем это начинается все еще вот в школе, к сожалению. То есть, когда я училась в институте, вот здесь уже в Германии, у нас даже специально были, так назывались, girl's day. То есть, вот когда девочки, которые заканчивают школу, приходили, и мы им там объясняли, не бойся идти на инженера, не бойся, ты тоже можешь. И там вот, то есть, совершеннейший бред, просто бред. Но мы вот пытались как-то, вот девчонок, там, мы в Фейсбуке писали какие-то там посты, что вот девчонки, давайте, мы сейчас там, инженеры и так далее. И я могу сказать, что я даже встречалась с дискриминацией во время обучения, я встречалась с дискриминацией от своих профессоров, что совершенно, мне кажется, непостижимо. То есть, причем она была такая неявная, то есть, они как бы вроде хотели как бы как лучше, а получалось даже не как всегда, а получалось хуже. То есть, там они читают какую-то лекцию, и там я поняла, то есть, причем я понимаю, что я, конечно, могу производить странное впечатление, но я понимаю, я не задаю никакие вопросы. Они там читают, читают, вдруг говорят, смотрят на меня, я единственная девушка в аудитории, и они там... Ну, это как пирог из печи. То есть, как бы, чтобы я уже совсем поняла до конца, о чем речь. Ну, и как бы вот они мне там, на примере пирога, учитывая, что я совершенно не умею печь, они мне там объясняли, я им говорила, да, спасибо, вот теперь прям понятно, очень хорошо. Прям по пирогу я поняла. Действительно, и я и встречалась на собеседованиях с дискриминацией, то есть, было даже собеседование, которое я сама прервала, я сказала, что тут вообще уже, мне кажется, ни в какие ворота, я пошла, до свидания, спасибо. Даже бывает такое, что, возможно, не понимают даже мужчины, что это дискриминация, но вот эти вот, как бы, такие какие-то комментарии, там, типа, о, да, у тебя же дети, как ты работаешь на полный рабочий день, ну, вот что-то типа такого. Женщин у нас довольно много, в том таможенном управлении, где я работаю, например, у нас трое мужчины и 12 женщин. Начальница главного таможенного управления Штубберта, например, тоже женщина. То есть, в принципе, последние, ну, даже десятилетия, можно сказать, ведется политика того, что, скажем так, охотно набирают именно женщин, вот, и чтобы уравновесить, потому что, конечно, раньше было намного более мужчин, вот, и поэтому сейчас уже, в принципе, во многих, так сказать, отделах уже даже достигло того, что там больше женщин, чем мужчин. Ну, наверное, больше девчонок. У нас есть основной коллектив, это кто постоянный, на Тальцайт, Фульцайт работают, это на полную ставку, и есть, у нас очень много школьников. Вот 16 лет у нас можно работать на мини-джоп, это 450 евро в месяц, там буквально 40 часов в месяц надо, я так точно не скажу, 40-43 часа, они получают свои 450 евро, это для школьника очень огромные деньги, и они приходят, и они действительно, эти ребята, эти школьники, есть такие, которые, они так работают, но они действительно душой приходят, работают. Плюс они еще могут кушать бесплатно, а для школьника Бургер Кинг, ну, как бесплатно, это уже для них много. И под конец программы я, конечно же, попросила наших героев рассказать интересные случаи, которые происходили с ними на работе. Иногда такие моменты еще больше раскрывают суть самой профессии. Была она девушка, которая попросила в интимном месте сделать себе голову тигра. Вот. Такое вот было тоже, но... Я стараюсь такие работы как бы не брать, или, допустим, если человек приходит, сделать себе что-то на лице. У меня есть какие-то определенные рамки, за которые я стараюсь с ним ходить. Если у него уже есть что-то где-то, то подправить и сделать это получше можно. Но на чистое лицо, допустим, я не делаю татуировки. И такие вещи, как там глаза забивать, или я вообще считаю просто дикость. Но отношение к татуировке, мое личное, оно должно украшать тело. Это не забор, на котором надо писать. Вот сегодня я посмотрел спанчбоба, захотел себе спанчбоба на левой руке. Через два года я захотел еще что-то там, какой-то фильм посмотрел. И в итоге ты просто ходишь как тумба с рекламой. На тебе все наляпано, непонятно что, никакой связки между этого нет. Поэтому лучше пусть одна красивая будет. Или уж если закатывают там весь рукав, пусть он будет в одной теме. А не здесь звездочка, здесь портрет, а тут, ну не знаю. Как-то вот, может быть, я более консервативно к этому отношусь. Но я считаю, что татуировка должна украшать тело, а не портить его. Была очень интересная история про женщину, которая пыталась вывести ребенка из Молдавии. И поступил, значит, сигнал. Здесь в Германии, эта женщина жила в Германии, поступила информация, что эта женщина хотела вывести ребенка на органы из Молдавии. Была, естественно, это очень серьезная вещь, была организована специальная группа расследования по этому случаю. Я тоже пошел в эту группу, она была, значит, с КРИПО, криминальной полицией. Меня взяли в эту группу, потому что я сам родом из Молдавии и говорю по-русски, значит, все чаты вот у этой женщины, все то, что мы потом как бы исследовали, это все было на русском. И слава богу, что это не подтвердилось подозрение, но женщина эта действительно пыталась вывести ребенка нелегально из Молдавии, чтобы выдать его за своего ребенка в Германии, потому что она жила со своим сожителем, они оба баловались наркотиками, вот, и чтобы удержать этого сожителя, она, эта женщина, рассказала, что она беременна, вот, хотя она не была беременна на самом деле. Она мне говорит, вы мне слишком короткие рукава сделали. Я говорю, правда? Она, значит, стоит, руки опущены, я говорю, ну вот смотрите, нет, так-то хорошо, вот так я стою прямо замечательно. Тогда в чем проблема? Сейчас я развернусь, чтобы я вам показала. Она стоит и говорит, а вот так вот, коротко, вы понимаете, у пиджака рукава-то чуть-чуть отходит. Вот понимаете, иногда человек стоит в тупик. Я была в шоке. И взяла и говорю, знаете что, а вот так вот, еще короче. Кто-то орет, что мы ему сдачи не дали там, и кто-то за один цент готов чуть ли не закрыть ресторан и разбирательством заниматься. У кого-то там выпали деньги, и он орет, что мы их забрали. Потом кто-то на нас пытается бороться, что мы ему продали старую котлету, хотя она такая и есть, и она абсолютно свежая, и мы ему пережариваем два, три, четыре раза, и он себе возвращается, что у них старая котлета. Кто-то, вот сейчас, поскольку вот это пандемия и корона, сколько мы выслушиваем вообще, ну вот про это, это вообще, ну не рассказать. У меня я другой раз еле уже себя держу в руках, да, потому что, ну как бы это люди, и грубить не хочется. Но бывает, наезжают так, что я виновата в этом, и я вообще это все придумала, и все идет от меня. У меня бывали, подрались клиенты так, прям в кровь бились. На этом у меня все. Программа «Страна люди» подошла к концу. Я, Мария Волкова, прощаюсь с вами. В нашей следующей программе мы расскажем вам о том, как живут люди других профессий. Пишите в комментариях под нашей программой в соцсетях, о людях каких профессий вам хотелось бы посмотреть выпуск, а также о том, кем работаете вы и за что вы любите вашу профессию. А я прощаюсь с вами, до следующей недели.